МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан – одна из стран, присоединившихся к Конвенции ООН по трансграничным водам. Это одно из главных направлений сотрудничества нашего государства и Европейской экономической комиссии организации. Цели водной конвенции как нельзя лучше совпадают с задачами, поставленными в этой сфере главой государства, в новом послании считают эксперты. В развитии энергетики у сторон также много совместных проектов. Сейчас необходимо внедрять проекты по повышению энергоэффективности и развивать альтернативные источники. Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии он подчеркнула, что в Женеве с интересом изучают и наблюдают за ходом реформ в Казахстане. Как отмечается, улучшение показателей в одной стране влияет на ситуацию во всем регионе. Казахстан является одним из лидеров, которые помогают нам внедрять эту конвенцию. Я думаю, что опыт Казахстана может быть полезен многим странам. Это одна из сфер, с которым есть большой опыт и лидирующая роль для Казахстана в регионе. Во всем регионе я не имею в виду только центральную, а всю регион ИАК. Армянский стартап создает биочернила для печати органов и ткани человека. В перспективе это поможет отказаться от донорства. Пробные исследования показали положительный результат. Биочернила армянских ученых уже покупали для своих экспериментов зарубежные коллеги. В планах участников стартапа работать с ведущими мировыми центрами. Биопритинг в мире развивается с 2010 года. Если ученые достигнут успеха, необходимость в донорских органах исчезнет. Глава предприятия Кыргас Кумыр рассказал, сколько угля заготовлено в преддверии предстоящего отопительного сезона. По данным по республике заготовлено 1 миллион 700 тысяч тонн угля. При этом потребность в твердом топливе в целом составляет 2 миллиона 756 тысяч тонн. Из них потребности Бишкекской ТЭЦ составляет 1 миллион 200 тысяч тонн. В компании также уточнили, что из собственных месторождений Кыргызстана заготавливается 650 тысяч тонн угля. Еще 550 тысяч тонн планируют закупить в Казахстане. Поставка для нож в столичной теплоцентрали по плану началась с 1 сентября. Инфляция и постоянно растущие цены вынуждают чехов совершать покупки за границей, особенно в Польше. Цены в магазинах здесь до 30% ниже не только на продукты питания, фрукты и овощи, но и на дорогие товары, одежду, электронику и даже мебель. Покупатели говорят, что ездят за границу регулярно. Рост цен в Чехии объясняют пандемией COVID-19 и войной в Украине, из-за которой подорожали энергоносители. Хотя инфляция сократилась с 30 до 14,3%, она по-прежнему остается на одном из самых высоких уровней в европейских странах. По словам официального представителя крупнейшего в Чехии банка, государство понесет значительные потери в этом году из-за покупок продуктов в Польше. Устойчивость чешской кроны также способствует покупкам за рубежом. Чехи все чаще ездят за основными продуктами питания и другими товарами в соседние страны, такие как Германия, Австрия и Словакия. Во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты. Премьер-министр страны Элизабет Борн заявила, что работа по созданию национального плана по борьбе с курением уже началась. При этом налог на табачные изделия в следующем году повышаться не будет. По ее словам, курение стало причиной смерти 75 тысяч человек во Франции за год. Электронные сигареты популярны среди подростков из-за низкой цены и сладкого вкуса. Отметим, что подобные изделия уже запрещены в ряде европейских стран, в их числе Бельгия, Германия и Ирландия. Продолжение следует...